К творчеству и жизненному пути Бакен Кадыкеевой посвящен спектакль Джаныша Кулмамбетова «Талант Джанат Ахдер». Сегодня в стенах театра юного зрителя идет активная подготовка к предстоящим выступлениям. В этом неприметном здании, как признается народная артистка, Назира Мамбетова, работа кипит. Несмотря на многие трудности, артисты, режиссеры продолжают репетировать и готовить новые спектакли для своих зрителей. Очень отрадно, что для развития сферы культуры со стороны государства уделяют такое внимание. Сегодня материально-техническая база нашего театра оставляет желать лучшего. Но несмотря ни на что, мы продолжаем работать. Вот, готовим спектакли и постановки в честь столетия Бакен Кадыкеевой. У нас запланирован ряд мероприятий. Как отмечает председатель союза театральных деятелей Джаныш Кулмамбетов, театральное искусство не стоит на месте и сегодня, чтобы быть конкурентоспособным, нужно развиваться. А для этого недостаточно только мастерства актеров, режиссеров и постановщиков. Большое значение имеет материально-техническая база театров. И в некоторых из них она находится в плачевном состоянии. Одно дело так просто работать, другое дело, скажем так, значит, субсидировать постановки. Это не только, скажем, на заработную плату, не только за коммунальные услуги, не только, допустим, какие-то социальные проблемы, а именно постановки надо было субсидировать. Почему? Потому что поднять качество спектакля. Вот сосредник Казахстана, там великолепные спектакли, потому что туда уже вливает государство. Субсидии вливает. И вот теперь мы тоже получаем такую возможность, чтобы подняться, значит, на качественно другой уровень. И это стимулирует почти практически всю сферу, не только, скажем, театром, не только, значит, режиссеров, артистов, а еще драматургов. Новость о выделении денежных средств обрадовала и художников. На протяжении долгого времени сфера художественного искусства оставалась не поле зрения. И сегодня здесь накопилось много проблем. Среди них – состояние материально-технической базы, здания и прочее. Мы затронули, конечно, в первую очередь наши традиции, наш эпос Манас, который в основе лежит, все наши кыргызские традиции в Манасе, получается. И все это передать, чтобы как бы все это отразить. Мы, в первую очередь, хотели бы книгу-раскраску, чтобы с малых лет детей обучать, информировать. И дальше, как бы, может быть, может все это перерасти на большую выставку и может быть какой-то бренд. Хотели бы, как бы, не просто какую-то выставку организовать или какую-то тему поднимать, а чтобы это дальше работало. Почему? Потому что, как мы, творческие люди, знаем, что в Кыргызстане есть такие творческие арт-объекты, например, Саймалуташ. Как отмечают представители культуры, выделение денежных средств для развития этой сферы крайне важно. Такое внимание сфере культуры не уделялось. Впервые денежные средства в таком объеме выделяют для развития этой области. На самом деле, это весьма важно и отрадно, что президент уделил этому особое внимание. По поручению президента Садыра Джапарова на сферу культуры, искусства и спорта выделено 673 миллиона 515 тысяч сумм бюджетных средств. Как отметили в Министерстве культуры, информации спорта и молодежной политики, такая сумма теперь будет выделяться ежегодно. Они будут направлены на реконструкцию или строительство домов культуры в 40 районах страны. Также планируется обновить книжный фонд, библиотек. Всего их по стране насчитывается 1160. Они будут задействованы именно на материально-техническое обеспечение, обновление музейных экспонатов, обновление книжного фонда и также капитальный ремонт всех домов культуры именно в районах, в областях, которые у нас есть. Также обеспечение обновления материально-технической базы наших домов культуры, всех объектов, театрально-зрелищных постановок, которые организовывают, им все будут выделены. Напомню, что в апреле 2022 года по поручению президента Садыра Джапарова увеличена заработная плата работников в сфере культуры почти на 100%. Кондуска, Датайве, Сентроба, Киев, Аллату, 24.